Снова здравствуйте, это вновь... Ну что это может быть? Правильно? Хумстак! А, да, в этот раз, последующие два эпизода, ну, вот эти следующие, будут без вебки, потому что... Потому что всё очень просто, я не мыл с нами дня три или четыре, потому что операция, и... Нельзя мочить палец. Нет, я, конечно, могу голову помыть, да, сходи. Короче, не важно. Я хикую. Нельзя меня осуждать. Можно, конечно, но не надо. Прошу. Не надо. Окей. Рус, скорее запускай... Запускай... Запускай генератор. На чём мы вообще снялись? О, котик. Ты запускаешь генератор и втаскиваешь шнур в мавзолей. Само собой, было бы глупо включать генератор в закрытом пространстве. Правила работы с генераторами должен знать каждый. К сожалению, я не знаю. Извини, Джасперс, для ноут... Классный кот. Для ноутбука нужно место. К тому, что твоё последнее пристанище, это уже издевательство. Ты давно должен был разложиться под клумбы петунии, как обычный кот. Они лежат чучелом, втиснутым, вшитый на заказ, крошечный костюм и заколоченный в детский гроб. Это спуки. Включить ноутбук. Окей. Ты подключаешь свой ноутбук и вновь соединяешься с интернетом. Всё довольно предсказуемо, падает из твоей лентеки, но ты не беспокоишься об этом. У тебя есть дела поважнее. Похоже, Дэйв заметил, что ты снова в сети. Он словно специально тебя поджидал. А вот и Джон, что? Прости, господи, он затевает. Действительно. И правда, разве Роуз не бросил дверь на твоей кровати, сорвав её с петель? Кто-то или что-то вернувало её на место и оставило приоткрытой. Чрезвычайно тревожно. Разберись. Извиняюсь, я стулом тут скреплю, потому что нужно позицию сменить. Окей, другое дело. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Но это уже ни в какие рамки. Мат? Я не знаю, в чём суть. Окей. О, вот и ты. Джон сказал, что твой дом горит, ты уже в огне или чё? Нет, настоящий момент... Нет, знаете, так будет он всё время скрипеть. Сидя, но нормально. Джон сказал, что твой дом горит, ты уже в огне или чё? Нет, настоящий момент я нашла убежище в небольшой постройке, что намного ближе к лесному пожару, угрожающему моему дому. О, лады, это успокаивает. Джон просил достать игру, чтобы я помог тебе. Так что я работаю над этим. Работаешь? Ну да, копия, бро, копия, бро, долгая история. Эй, не говори Джону, но я думаю, что, наверное, он был прав насчёт кукол. Они типа меня пугают, мальца. Ты имеешь в виду коллекцию твоего брата? Я о том, я о том, типа... Чего? Я о том, типа, не пойми, мне неправильно, это всё круто. И вообще, это полуироничная фишка с куклами и всё такое. Или полуироничная... Ну, тупо не знаю. Мне просто кажется, вся эта хуйня далековато зашла. Походу, она мальца ебанутая. Я видел его веб-сайты, они мне нравятся. Ха-ха, ну а то? Бля, если бы только малыш Келл на меня так и не пялил со своими мёртвыми глазами. Боже. Иногда мне снится, что он настоящий разговаривает со мной, тогда я просыпаюсь в холодном поту и тупо выпадаю на стрём. Ха? Любопытно. О, блин, нафига я только что рассказал тебе твой сон? Ты теперь точно меня этим затроллишь. В данный момент я неистово строчу абзацы текста в одной из многих моих заведённых на тебя психоаналитических досье, а публикую на днях. Ведь в самом же деле нам сейчас и впрямь нечем больше заняться, кроме как анализировать тяжёлые психические расстройства друг друга. Лады, я погнал дальше. Кстати, Джон писал чё? Мне он не отвечает. Мне он тоже не отвечает, но я наблюдаю за ним. Полагаю, сейчас его внимание поглощено тем, что ему нагло только что вылил в ведро воды призрак его покойной бабушки, который по всей видимости одет как лон. Ха-ха. Ладно, я пошёл. Б-б-б. Спроси эту сумасшедшую. Окей. Спарталог. Это чё-то новое. Бабуля, угадал, дорогой. Ох, да я чуть не родил от испуга. Ху-ху-ху. Да уж, по мне твоя шутка удалась. Отлично сработано, бабуля. Кстати, ты действительно моя мёртвая вауша? Конечно, Джон. Я вернулся, чтобы помочь тебе в путешествии сквозь медиум и выше. Я рад видеть, каким замечательным молодым человеком ты стал весь в отца. Окей, поверь тебе на слово, я вообще тебя не помню. Папа сказал, я был совсем маленький, а ты умерла. Эй, кстати, ты не в курсе, где он сейчас? Я его обыскался. Та фак. Батя. Твоего отца похитили? О нет. Когда ты переместился в медиум, его схватили те самые тёмные силы, что ты пробудились при твоём появлении. Что? Ладно, что это ещё за медиум? Место, где мы сейчас находимся. Точно кольцо... Точно кольцо керамичной пустоты. Это пространство разделяет цвет и тьму. А, точно, понял. Точно. Окей. Вращаясь в центре стратосферы мира. Это существует в ней время твоей вселенной. Мира, что существует, в ней время твоей вселенной. У меня сегодня аутизм. Ты о том, что мы типа внутри компьютера или игры, вроде того компьютер? Ох, что это, дорогой? Какое-то нововодное изобретение вроде без лошадных автополозок, но это такая машина, которая типа... Ху-ху-ху. Ну, конечно же, я знаю, что такое компьютер, Джон. Это была теория шутка. О, ладно. Нет, Джон, ты ни в компьютере, ни в игре, ни в чём-либо подобном. Постарайся мыслить шире, дорогой. Игра, что привела тебя сюда, была лишь ключом для открытия... Для открытия врат. Можно сказать, запуск её программ позволил обратиться к этой версии вселенной, которая как бы парадоксально это ни звучала, всегда существовала независимо от какой-либо физической машины. Машины. Не уверен, что понял, но ладно. Что мне теперь нужно сделать? Думаю, будет лучше, если я расскажу тебе всё с самого начала. Продолжай. Hello? Над медиумом, за семью вратами, прямо в центре статасферы расположена... А, стартасфера. Окей. Расположено место под названием Ская. Легенда гласит, что Ская служит колыбелью для безграничного творческого потенциала. Тебе интересно, что это значит? Боюсь, я не могу рассказать, дорогой. Стоит ли говорить, что пока существует столь важная сфера, силы света всегда будут реально защищать её. В то время как силы тьмы будут так же инистово жаждать её гибели. Окей. Окей, музычка. Я понял. Итак, уж сложилось, что в центре всей сферы, чья судьба не яснать, мои света сошли в бесконечной схватке, и никто не сил их одержать вверх. Да, они могли бы бороться вечно до тех пор, пока не появился ты. Да? Извиняюсь. Да, what the fuck? Да, Джон, ты. Прежде чем случился казус с моим пеплом, как ты помнишь, существовало первое воплощение спрайта, которое возникло в результате рождения ядра. И что, Undertale? Видишь ли это рождение, произошло автоматически в ответ на это прибытие. Исходная пара ядер, тёмные, светлые, несут в себе информацию, которую они были прототипированы до своего появления. Одно отправилось вниз в королевство окутанной тьмой, другое в королевство, залитое светом. Каждая расположилась в шаре на вершине одного из четырёх шпилей. Шпили возвышаются над престолами, каковых существует два, предназначенных для соответствующих верховных властителей. Мне тяжело это читать, потому что этот шрифт очень-очень яркий. Как только ядра заняли свои места, игра пришла в движение. Началась настоящая война, свет против тьмы, добро против зла. Это война, в которой силам света предначертано поражение, как бы они ни боролись, и как бы близка ни была победа. Окей, хреново. Стало быть, всё это бессмысленно. Ух ты, серьёзно, в чём тогда смысл? Объяснять это придётся тебе, дорогой. Понимаешь, путешествие, на котором ты вот-вот сделаешь первый шаг, есть величайшая загадка. Фига себе! Обкатывая задачей Сиг-Скай и пересечь первые ворота, которые находятся над твоим домом, совсем невысоко. До каждых следующих врат будет всё сложнее и сложнее добраться, поэтому приготовься к всевозможным приключениям. Как мне туда подняться? Строй! Окей. Окей, он очень рад этому. Ох, кажется, до меня дошло. Так выходит битва между добром и злом ничего не значит. Ну, не знаю, звучит это всё немного странно, но в любом случае сначала нужно достроить дом, чтобы добраться до врат. Тогда я смогу спасти своего отца. Да, Джон. После этого мы решаем эту штуку с величайшей загадкой и спасём землю от уничтожения. О, боюсь, что нет. Э? Твоей планете... Он уже не так рад. Твоей планете пришёл конец, дорогой. Ты ничего уж не можешь с этим поделать. Ох. Однако твоя цель куда важнее спасение дряхлого планеты. Цель? Да, мне придётся согласиться Джон, ты такой хороший мальчик. Я знаю, у тебя всё получится. Спасибо, бабуля. Хороший мальчик, и хорошие мальчики заслуживают угощения. Ура! Пойду спекут тебе немного печенья. Ладно, это забавно. Так мне понравилось. Ох, да что б тебя именно этого и не хватало? Больше выпечки. Джон, ты не откажешь печенькам. Я призываю тебя пойти за ними. Лучше что мне не нравится, кстати, в этом вашем хоместаке, то тут дёрганная анимация персонажей. Как он сейчас меня дёргается, мне жутко не нравится, как это выглядит, серьёзно. Ты целиком и полностью отказываешься от этой идеи. Настолько не согласен, что даже не замечаешь, как всё это время тебе пишет Роуз. Окей, бьём его коробкой. Яростно долбишь Джона по его тупой башке, но он не останавливается. Вот это истерика. Пожалуй, ты потрачешь эти свободные минуты, чтобы обдумать странный рассказ бабуль Спрайта. Бабуль Спрайт. Возможно, также следует бы записать мысли о происходящем твоём прохождении дневника на GameFAQs. Трудно выкроить хоть немного времени на его обновление. На самом деле, ты не уверен, когда вообще успел написать то, что уже есть. Окей. О, даже так, Джасперси. На кого же ты это устас с такой наглой ухмылкой? Тебе сейчас только... Ну, просто на картинки смотрю. Тебе сейчас только дерз... Тебе сейчас только дерзящих мертвых котов не хватало. Учитывая, что ты в этой переделке почти полностью по его вине, ему бы лучше промолчать тряпочку. Джон, печеньки сейчас же. Раз и навсегда ты отказываешься. Просто невероятная наглость. Быстро за печеньками. Раз уж ты так вежливо попросил, может ли Джон отказать? Джон, ты идиот. Тебе действительно стоит поработать над своим манерам. Глупый, тупой, тупица. Это даже не приказ. Это чушь. Дебилизм. Да и ты сам дебил. Последний раз я приказываю тебе идти за печеньками, парень. Там никогда не произойдет, приятель. Спустя годы в будущем. Окей. Последний раз я приказываю было. Но не настолько далеко, как могло бы показаться, дрожащий палец соскальзывает в середине строки. Окей, что у нас там? Окей. Бабы, горчица. Человеческий этикет. Окей. Не знаю, в чем суть, опять же. Вкратце о медиуме. А-а-а! Понимаете, я не буду это читать. Вы потом мне скажите, стоит ли это все дело читать, или это просто не особо важный лор. Потому что это реально много. Огромные просто too long, detentrit и все такое. Она еще не закончила, не дави на нее. Может, пока мест пойдешь и подостаешь к вам другу. К вам где-нибудь в другом месте, или, по крайней мере, в другом времени. Несколько месяцев назад, но не очень много. У-у-у, интересно. Э-э, мы не знаем, что дальше. Э-э, в следующем эпизоде. Э-э. Тебе понравился этот эпизод? Так поставьте лайк, ставьте комментарий, подпишитесь, потому что помогает продвижение канала. И, да, возможно, я увижу вас в следующий раз в очередном эпизоде Хоместака. Эй, Хоместак, эй. Ну-ка, до встречи.